Но сейчас мы покажем, как и обещали, материал о том, как развиваются несколько предприятий за счет частных инвестиций. Специалисты с высшим образованием и зарплата выше среднего не все предприятия в крае могут этим похвастаться перед губернатором. Эта мебельная фабрика входит в число приоритетных инвестпроектов в крае и в стране. Предприятие запущено в апреле и сразу попало в список крупнейших российских проектов лесопереработки. Мы сегодня, к счастью, завалены заказами. Это, наверное, самое большое предприятие в России точно и в Европе по изготовлению премиальной мебели и мебели среднего класса, для бизнес-класса. В запуск новой фабрики было вложено почти 5 миллиардов рублей частных инвестиций. Такому бизнесу государство сразу дало господдержку. Снижена арендная плата и лесосека предоставлена без аукциона. Ведь чтобы инвестиции текли в край, им нужен здесь особый климат. Наш регион по части привлекательности для частного капитала стабильно входит в десятку лидеров. Что еще нужно сделать для более активного привлечения финансов в регион, обсудили сегодня представители власти и бизнеса на первом заседании Совета по улучшению инвест-климата при губернаторе края. Инвестиции нужны всем. Покажите мне, кому не нужны инвестиции. В этом плане у Красноярского края есть все ресурсы для того, чтобы стать не десятым, а первым. Ну, или там приблизиться к первому месту. Насколько быстро это произойдет, я увидел на сегодняшнем совещании, я увидел у нашего губернатора неподдельный интерес к этой проблеме. Чтобы привлекать частные инвестиции не только в Красноярск, но и в районы, глава края поручил членам краевого правительства пересмотреть программы господдержки предпринимателей и выделить самые эффективные. По его словам, сейчас финансовые вложения нужны во многих сферах. Это сельское хозяйство, лесной комплекс, машиностроение, металлургия, здравоохранение. Наша задача найти те подходы, которые позволяли им работать эффективно, стабильно. А в конечном итоге через их стабильность сформировала стабильность у работников, у жителей и у наших граждан, что очень является важным. Губернатор отметил, что уже к концу этого года в крае должна появиться новая стратегия инвестиционного развития и формировать ее будут в том числе и с учетом предложений предпринимателей. Екатерина Гринаж, Владислав Рыбаков, СТС Прима, Новости.